Возлюбленные, о Господе, братья и сестры, Христос Воскресе! Мы с вами пережили дни Великого Поста, пережили Страстную Седмицу, и сегодня мы приветствуем друг друга вечно живыми, всегда радостными словами. Христос Воскресе измертных, смерть Ее смерть поправ, Иисус Чего в гробе живот даровал. Нам Господь даровал жизнь, жизнь у Бога и с Богом. Господь сказал, что когда я воскресну, всех приведу вас в Царствие Свое. Вот наше упование, вот наша надежда, и с этой радостью, дорогие братья и сестры, мы вступаем в празднование Великой Святой Христовой Пасхи, Великого Светлого Христового Воскресения. Что такое Пасха? Пасха – это переход. Переход от смерти к жизни. Переход от зла к добру. Все в жизни проходит очень быстро. Одно событие сменяется другим. Но есть то, что остается вечно. А вечное – это радость о Господе нашем Иисусе Христе, радость о Его Светлом Воскресении, радость о том, что жизнь жительствует. И мы смело восклицаем вместе с Церковью и говорим, что ад – где твоя победа, смерть – где твоя жало. Христос упразднил и дарвал нам вечную жизнь. После своего славного воскресения Господь наш Иисус Христос, обращаясь к своим ученикам и всем верным последователям, сказал – радуйтесь. Радуйтесь, ибо я победил грех. Радуйтесь, ибо я победил мир. Вот эта радость наполняет сегодня сердца всех нас. Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, дорогая возлюбленная паспа, какой великий день сегодня. И я призываю вас, чтобы мы все радовались о Господе, радовались о воскрешенном Христе. Проходят времена, но радость Пасхи святой всегда остается вместе с нами. Пасха – это единственный день, который утверждает и убеждает нас в том, что Господь жив и совоскресит Собою все творение. Я сердечно поздравляю с этим праздником. Ведь каждый из нас может последовать Христу. И он должен последовать Христу. И сейчас вспоминаю я слова преподобного Серафима Саровского. Говорит, нам нужно только запомнить одно слово. Нам нужна решимость. Решимость быть со Христом или решимость быть со грехом. Да, не допустит Господь и каждый православный христианин, чтобы нам быть со грехом. Нам нужно быть со Христом, который везде и всюду и все собой наполняет. Я сердечно поздравляю с этим великим праздником. Желаю, чтобы мы, священнослужители, не забывали главное. Назабывали о том, что Господь наш Иисус Христос находится в Святом Евангелии, обращается к нам со страниц Святого Письма и убеждает нас в том, подсказывает нас, убеждает нас, чтобы мы в эти дни не проходили мимо тех, которые не имеют одежды, чтобы мы не проходили мимо тех, которые нет на столе у некоторых куличей, писанок, чтобы мы не проходили мимо тех, которые находятся сейчас на койке болезни, преподать им помощь. Вот это и будет по-настоящему празднование Святой Великой Пасхи Христовой. На всех столах у нас будут куличи, будут писанки, будут пасхи. Я хотел бы остановить свое внимание на куличе. Что ж такое кулич? Что он собой представляет? А ведь он имеет свою историю. И XVI века этот кулич употребляется именно на Пасху и имеет свой смысл. Мы знаем, что после своего воскресения Господь наш Иисус Христос являлся своим ученикам за трапезой. И ученики видели и чувствовали его. И всегда посредине оставляли место. И на этом месте ставили хлеб для Господа. И так они делали всегда. Потом XVI века Церковь принимает решение, что возникнование этого события всегда в Церкви после Божественной Литургии будет освящаться хлеб Артас. И этот Артас освящается по сей день. А когда уже у нас стала Малая Церковь, то есть семья наша, она есть Малая Церковь, то в этой Малой Церкви стали выпекать вот эти сдобные наши хлебы и называть их кулич. Возлюбленные Господи отцы, братья и сестры, возлюбленные наместники наших монастырей, возлюбленные насельники и насельницы наших монастырей, я сердечно по-особому вас сегодня поздравляю с этим великим радостным днем, призываю на ваше благословение Божие. Желаю, чтобы радость Святой Пасхи дал вам силы нести этот монашеский и священнический крест. Ах, как он нужен в наше время! Время, когда старается тьма погасить свет. Но такого никогда не было и не будет. Свет Христов просвещает всех, и да просветит он и наши сердца. Этот свет Христов будем мы всегда хранить в нашем сердце, в нашей жизни, в наших отношениях. Да поможет Господь в эти светлые дни быть нам с воскрешенным Христом, поможет нам воспринять тот свет божественной благодати, который и в этом году был сниспослан в Иерусалиме, в храме воскресения Христа Спасителя. И этот благодатный огонь, конечно же, прибудет и на нашу славную Украину. Я хочу сердечно поздравить вас с этим великим нашим праздником. Праздников праздник, торжество из торжеств. Пусть маленькую толику каждый из нас даст и верующему, и неверующему своим поведением почувствовать, что сегодня у нас великий день, день светлого Христового воскресения. Будем радоваться, будем радоваться тому, что Господь пришел на землю и низвел нам свою благодать. Благословение Божие да пребудет со всеми вами. Христос воскресе! Воистину воскресе! Редактор субтитров А.Семкин